Здравствуйте, уважаемые школьники! Меня зовут Тимофей Федорович Хирьянов. Я хотел бы рассказать вам, как готовиться к компьютерному ЕГЭ по информатике в 2021 году. Во-первых, это очень хорошо, что наконец-таки вы можете не писать программы на бумаге, а писать их в среде программирования. Запускать, видеть ошибки, которые выдает среда программирования, вставлять текст в середину, вы не представляете, как это здорово. И с точки зрения экспертов, с точки зрения проверки, тоже плюс, потому что теперь не нужно вчитываться в текст, написанный корявыми буквами. Это просто вот, ну вот, я очень этому рад. Ну, есть некоторые минусы. Некоторый минус в том, что теперь ваши программы никто не читает. Никто не читает ваши программы, никто не оценит все ваши фокусы, что вы там запрограммируете, никого не интересует, важен ответ. Если ответ неверный, задача не засчитывается. Поэтому все, как сказать, в ваших руках. Да, и еще. Как видите, я сразу заговорил про программирование. Дело в том, что программирование имеет особенную роль в этом году. Вам будет доступен компьютер с самого начала экзамена до самого конца. Безусловно, у вас будут черновики, листочки, но и вы вводите всю информацию в компьютер. То есть вы можете порешать задачку по-старому на бумаге, но у вас появляется возможность в любой момент включить интерпретатор языка программирования или среду с компилятором, неважно, и посчитать что-то. Даже если администраторы рабочей станции вырежут оттуда стандартный калькулятор операционной системы, вы можете все равно посчитать при помощи языка программирования, это даже лучше. Поэтому старые задачки можно решать по-новому, принципиально по-новому, потому что вычислительный ресурс компьютера, он довольно большой. И при грамотном использовании языка программирования можно, ну, как минимум, получить второй вариант решения задачки. А где-то вообще отказаться от сложных математических размышлений и сделать простым переборным алгоритмом, набить программу, заставить ее выполняться, там нужное число раз, проверить все числа и, например, с той же алгебрологики, в этом году, мне кажется, будет некоторый казус, хотя не знаю, многие ли школьники умеют программировать, но те, кто программирует, для них многие программки на алгебрологике станут примитивными. Потому что можно просто перебрать и все. Вот. Давайте кратенько спустимся еще раз, как готовиться, откуда все брать. Первое. Во-первых, есть, как, наверное, вы знаете, Федеральный институт педагогических измерений. Вас будут измерять. Так вот, это организация, которая готовит контрольно-измерительные материалы. Ну, КИМЫ – это такой жаргон, можно сказать. Это то, что вы называете словом «вариант». Там мне попался такой-то вариант. Вот эти КИМЫ готовят ФИПИ. И на их сайте вы можете скачать самый, что ни на есть, последний вариант этих самых демоверсий, спецификаций и кодификаторов. На самом деле, кстати, кроме демоверсий есть еще спецификация и кодификатор. Это важно, да? Почему? Потому что, на самом деле, задачи экзамена описываются в спецификации гейки. Демоверсия – это такой вот, ну, ширпотребный в каком-то смысле вариант. На самом деле, он, поскольку наиболее используемый, конечно, он наиболее актуальный. Но, по-хорошему, специалист, преподаватель, эксперт, председатель какой-нибудь предметной комиссии региона, он, в первую очередь, залезает в спецификацию и смотрит, а что там, собственно, изменилось. И все содержательные вещи, они прописаны в спецификации, чтобы там изменилось. Ладно, простите. Кодификатор – менее интересная штука, но кое-что интересное и там есть. Ладно. Короче, нас интересует, естественно, информатика. Да, вот здесь нажимаете кнопку «Скачать» и скачиваете, соответственно, я уже скачал. Значит, меня интересует что? Вот архивчик. Соответственно, мы его распаковываем. Получаем вот здесь вот, получаем папочку. В этой папочке мы наблюдаем, что? Мы наблюдаем, собственно, этот «Inf», «EgDemo», «Codif», «Sped» и файлы. Вот это файлы – это очень ценная папочка. Потому что именно здесь лежат файлы, категорически необходимые для выполнения этих заданий. Где-то это «XLS» или альтернативные форматы. Там «Como Separated», «View», «ODS» для LibreOffice, да. «XLSX» современный, более-менее приличный формат на красотовский. Значит, десятый. Десятая задачка. Там «Текстовичок», как видите, да, довольно простая. Десятая, восемнадцатая тоже. Вот, двадцать четвертая, двадцать шестая, двадцать седьмая задачки содержат чистые текстовые файлы, сырые, да, сырцы. Вот, двадцать седьмая, даже два, необходимые для, собственно, программирования. Хотя, на самом деле, некоторые из этих задачек можно решать и без языка программирования. Вот. Ладно. Значит, давайте кратко смотрим на демоверсию. Если вы ее еще не видели, ой-ой-ой, ай-яй-яй, надо обязательно прорешивать демоверсию. Вот, как видите, тут красными буквами написано «Проводится в компьютерной форме», да, «Beware» и так далее. Инструкции мы сейчас промотаем. Собственно, вот они задачки. Вот они задачки. Значит, обязательно просмотреть, прочитать и прорешать. Демовариант поставляется вместе с ответами. И, вот, кроме самих задачек, да, в конце есть ответы, с которыми можно свериться. Вот. Двадцать седьмая задачка, она классически самая сложная. Она считается, ну, практически почти олимпиадного уровня. Вот. И каждый год ее реально делают новой, чуть-чуть нового типа. Ну, в смысле, там нужен новый эффективный алгоритм. В этом году, интересный момент, что многие старые задачки, как оказалось, старые задачки, они имеют не слишком страшную асимптотику. И в результате, в результате можно запрограммировать и подождать. Как некоторые говорят, что если двадцать седьмой, в самом начале экзамена сесть, написать решение примитивное, как для версии А, да, полнопереборное, оставить его и прийти, что называется, заглянуть в конце экзамена, там, как, не вычислилось, да, ну, вам повезло, если, но надо сказать, что в демовариант попала задачка, в которой, ну, вот эта вот, так называемая асимптотика, да, то есть зависимость от количества данных, она очень-очень нехорошая. Ну, это получается как бы два в степени n, два в степени количества строк, она это очень быстро растущая функция, так что ничего вам не светит, да, но с другой стороны я не вижу в этой задачке, зато я не вижу, как задание а, чтобы было сильно легче задание б, если честно. Вот, ну, вообще есть такой совет, как перед тем, как, собственно, делать слишком общее решение, смотрите на сами данные, то есть вы решаете конкретно к конкретным данным. Вот, ладно, теперь дальше. Естественно, что по одному демоварианту подготовиться невозможно, да, ну, у нас для каждой задачки есть только по одному варианту, да, это недостаточно, этого явно недостаточно. Ну, необходимо нарешивать задачи. Вообще, важный вопрос, можно ли изучить информатику, готовясь к ЕГЭ по информатике? Сомнительный. Готовясь к ЕГЭ по информатике, можно к нему подготовиться. Понятно? Ну, вот, можно подготовиться и сдать его хорошо, но не знать информатики. Ну, или, скажем так, изучить ее фрагментарно. Это важный момент. Надо обязательно, если вы не хотите оказаться слишком узким специалистом, в смысле, специалистом по решению ЕГЭ, они, ну, как сказать, вы же хотите стать IT-специалистами, вам для чего нужны ЕГЭ по информатике? Для поступления в ВУЗ. Курс. Наверняка, да. Значит, вы будете будущим IT-специалистом, и хорошо бы школьный курс более-менее изучить. Поэтому учтите, вот есть у каждого предмета школьного, есть некое условное ядро, ну, какой-то, скажем так, дебильник, да, вот то, что нужно знать на тройку, да. Есть некая, скажем так, область знаний, да, по разным темам, ну, темы в каком-то смысле, как некие сектора можно нарисовать, исходящие из некоторого центра, да. Вот. Значит, ну, вот, соответственно, как бы некая тема, некий раздел курса, да, можно на тройку, на четверку, да, ну, я так вот, как концентрические круги такие вот нарисую, да, там уровень знаний на пятерку дальше, там вузовские знания, профессорские, неважно. Да, но смысл следующий, что вам, когда вот есть некое, скажем, множество, да, в котором я сейчас буду тыкать точечки и говорить, вот конкретная задачка, которая вам попадется по этой теме, да, какие-то задачки имеют базовый уровень, какие-то средний уровень, да, какие-то имеют так называемый высокий уровень, но это в каком-то смысле формальность, понятно, что лично для вас какая-то задачка может быть проще, какая-то сложнее, но их так разделяют, да. Базовый, средний, ну, вам это не так важно, но смысл в том, что задачки должны обладать некоторой предсказуемостью, и поэтому получается, что год от года задачки, скажем так, они вот куда-то сюда, иногда немножко тема мигрирует, да, то есть в рамках темы они усложняются, да, год за годом, да, то есть вот некоторая выборка конкретных задач, которые попадают в конкретные годы, да. Может оказаться, что в какой-то год кому-то чуть проще, кому-то чуть сложнее, но смысл в том, что возникает, скажем так, некое облачко, да, вот некоторое облачко, и понятное дело, что зачем изучать весь курс информатики, если по каждому типу задачек есть вот такие вот облачка, да, зачем это надо, да, кажется. Надо взять и надрессироваться на конкретные задачки. Ну, минус в этом очевидный для преподавателей, да, для тех, кто будет потом с вами работать, для вас не сразу очевидный. Это именно вот эта фрагментарность. Вы совершенно не почувствуете, что это вообще единый предмет. У вас темы по какой-нибудь алгебре-логике, по программированию и какому-то там системы счисления, они вообще будут проразные. Вы не поймете, чем это связано. Там каком-то теории информации, измерение там звуковых файлов, а при чем тут, что там, какая разница там, байты, системы счисления, вообще о чем речь. Поэтому хорошо бы перекидывать между задачами хотя бы некоторые мостики. Ну, то есть попытаться вот это вот связывать. Ну, в этом смысле, да, хорошо бы иметь того преподавателя, которым занимается, проходить целый учебный курс, да, или, например, прочитать какой-нибудь хороший учебник информации. Ну, у нас две проблемы, да. Первая, это откуда брать задачки, чтобы нарешиваться, да. То есть вам дали какую-то вот, вот какую-то точку, да. Но по точке вы еще не можете сказать, какая примерная область, да. Вот. Соответственно, вам необходимо вот возле демо-варианта выбрать некоторую, для данной конкретной задачки, задачку номер 18, да. Она новая. Задачка 18, новая, ее не было в прошлые года. Вы ее нигде не найдете. Только в демо-варианте. Один вариант этой задачки. Ну, именно официальный. Никаких предварительных не было. Да, не, ну, вы же, ну, что-то. Где-то пробники и так далее. Да, двумерное динамическое программирование. В табличном процессоре там робот собирает монеты. Вот. Что делать? Есть авторы. То есть преподаватели, которые придумывают задачи. Они берут вот так вот и от фонаря придумывают. А что если, а что если... Ну, то есть опыт позволяет попытаться догадаться, что могут придумать составители. Составители сидят и молчат. Естественно, да, они находятся под этим договором неразглашения, и Министерство образования их, если что, вот так вот им сделает. Понятно? То есть поэтому авторы, они сидят себе и молчат в тряпочку, а вот те, кто не связан, у кого руки не связаны, они сидят и вот измышляют задачи. Иногда авторы задачи делают такую вещь, они придумывают по мотивам той задачки, которую они увидели в демо-варианте, а пока экзамен новый, пока непонятно, что делать, да, и они пытаются, пытаются придумать, и они расширяют в каком-то смысле далеко эту область. В целом это хорошо. Так что решать какие-то авторские задачки, это здорово, да. Ну иногда, правда, задачка может оказаться, как сказать, сильно завышенного уровня. Но, слушайте, вы от этого только вырастите. Вопрос следующий. А где брать эти авторские задачки? Да, как, собственно, их доставать? Я вам советую, советую сайт Константина Юрьевича Полякова, К. Поляков из ПБРУ. Константин Юрьевич замечательный преподаватель, доктор технических наук. Он преподает и в школе, и в вузе. Это вообще замечательно. И у него, кстати говоря, у него замечательная линейка учебников. Я подозреваю, что, наверное, прямо перед экзаменом вы сейчас не захотите покупать учебники, тем более за седьмой класс. Базовый уровень замечательный. Я первым он выпустил так называемый углубленный уровень информатики, 10-11 класс. Вот это прекрасные, довольно продолжительные учебники. Здесь есть некоторые кусочки, эти фрагменты, они, кстати, неплохие. Так что можете их, в принципе, посмотреть, вот эти фрагменты почитать. Вот, прямо здесь на сайте. Но я сейчас не ради этого здесь. Не ради учебника. Хотя учебник прекрасный. А я конкретно хотел вам сказать, что здесь есть замечательный генератор задачек ЕГЭ. Тут форум есть, там тесты онлайн. Слушайте, вот я, чем я пользуюсь, тому и вам вас научу. Вот генератор это то, чем я пользуюсь чаще всего. Да, надо сказать, что я зря быстро ушел с главной страницы. Главная страница, вот это Каполяков СПБ Скулы ЕГЭ, ну или просто, если как-то вы там нажимаете на ЕГЭ, то вот здесь вот, во-первых, есть, кстати, статьи в журналах, публикации. Это раз. Довольно интересные. Значит, это раз. Второе. Здесь есть, ну, ссылочки всякие. Но, послушайте. Вот. Это, собственно, задачки, материалы. Их стоит скачать. Скачать и с ними, собственно, поработать. Да. Это, ну, не маленький архив, видите, 38 мегабайт. Он содержит док-файлы. И там, там очень-очень много задачек. Больше, чем даже в генераторе на сайте. Вот. И они там исторически, то есть, сохранены задачки в десятилетней давности, да, может быть, и больше лет. В десятилетней давности. Вот. Ну, вот с 2010 года я пользуюсь этими материалами Константина Юрьевича. Несмотря на то, что он пишет, что вот там все запрещается, да, на самом деле он совершенно прекрасный человек. Ему хочется сохранить авторские, как сказать, свои вот, чтобы задачки не отрывались от автора. Вот. Но, слушайте, не обязательно всем специалистам быть слишком сильно искушенным в свободных лицензиях. И человек имеет право, хотя там не только его задачки, ему присылают задачки, но, естественно, никто присылает тоже. Ладно, короче, сейчас не суть важна. Я за свободную, как сказать, за свободное образование, да, и максимально свободные лицензии, насколько это возможно, если это там позволяется ситуации. Вот, короче, я что хочу сказать, возвращать. Вот эти материалы, это прекрасно, это замечательно. И к ним, кстати, тут, видите, ответы есть, да, ответы к задачкам. Отдельные есть разборы и решения 27-х задачек. Вот. Но давайте вернемся к генератору. Вот. Это очень удобная штука. Здесь есть подобранные варианты, да, которые можно просто вот раз, открываешь варианты, вот тебе какие-то конкретные задачки там, да. Они не по демо-варианту, не по демо-варианту. То есть здесь есть какие-то там авторские задачки, которые прислали конкретные преподаватели, или там Сига, Яндекс.Ру задачка, да, однофамилия Сергея Сергеевича Полякова какой-то, да, и так далее. Короче, но задачки подобраны под, собственно, ну, как экзамен, да. И вот здесь в конце можно там раз, оп, и просмотреть ответы. То есть это быстрый, хороший способ найти альтернативных задачек, вот таких вот, для того, чтобы можно было, собственно, нарешаться, нарешаться задачек. Ну и еще. Давайте последнее, что я вам порекомендую в этом ролике, это изучить кратенько Python. Решать задачки на Python. Почему, товарищи? Ну вот здесь вот давайте я открою конкретную задачку. Ну, например, например, давайте. Задачка, сейчас, истинно-логическое выражение, вычисление значений рекурсивной функции. Оп, все задачки. Нам даются разные варианты. Сейчас, мне интересует так, чтобы были программы, там где с программой, с текстовым программой. Вот посмотрите, да, описывается, сколько звездочек выведет. На Pascal, посмотрите, да, решение. Ну, не решение, это, в смысле, в условии, да, программы на Pascal. На C и на Python. Python это очень элегантный, красивый, внятный язык, на котором можно делать очень многое. Он очень удобен для решения задачи к ЕГЭ, поэтому я крайне вам его рекомендую. Даже если у вас осталось, там, два месяца к ЕГЭ, мне кажется, стоит выучить Python для того, чтобы обладать всей мощью вот этих вот возможностей. Просто just now взяли и использовали. Вот. Я вам желаю успешно подготовиться к ЕГЭ по информатике. Упорство, да, берет города. Вот. Вам советую заниматься, не тратить время на компьютерные игры, на всякие ролики, фильмы. Сейчас самое время взять себя в руки и хорошо сдать. С Богом.